Здесь поступил вопрос относительно наказания. Хорошо, это всё понятно, когда объясняешь ребёнку, который понимает. А как наказывать ребёнка, который не понимает? А я вам говорю, что дети, они понимают, даже с момента рождения, потому что греховная природа человека, она уже заложена. И поэтому вот эта греховная сущность, она будет всё равно пытаться выходить наружу. И важно для детей отметить ограничения. Вот, например, вот есть коробка, и так визуально, чтобы иметь представление. И в этой коробке есть стенки, и ребёнок с момента рождения, он будет пытаться, это очень заметно, до двух лет. Вот эти вот стенки опрокидывать, это значит, он будет устанавливать свою волю. И вот он, причём ненавязчиво будет вот так вот, ну вы знаете, о чём я говорю, кого есть маленькие, и пытаться. В это время, в этом нужно просить Господа мудрости и много терпения. Почему, вот как дрессируют собак, знаете, их же не наказывают. Вот команды, задаются команды, и кинологи, они проявляют очень много мудрости. У них есть всякие поощрения, да. И за то, что вот они говорят что-то, и если собака делает что-то хорошее, значит, поощрение идёт какое-то, а если нет, то они опять говорят, и опять говорят, и опять говорят. И очень много для родителей, очень важно в этом процессе, когда маленькие-маленькие детки, говорить нет, 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 нет. Или там пытаться объяснять и разговаривать с ним, как со взрослыми людьми. Не сюсюкаться там, мой млють, знаете, такие ласкательные слова. И вообще это неправильно, когда с маленькими детками разговаривают. Ну, матьенька, ты, ты пошла такая маленькая, такая вот, и сихалюся, пусикусикусикусик. И ребёнок этого не понимает. А когда с ребёнком начинаешь говорить, что доченька, ты такая славная, ты благословенная, ты подарок мой от Господа, ты, я славлю тебя, Господь. И когда ты начинаешь в этом духе говорить, и даже когда ребёнок не слушается, молиться в это время. Молиться и пытаться, что объяснять, что нет, это нельзя. Или брать, обнимать и держать. Почему? Потому что ребёнок в это время, он устанавливает свою волю, а мы, как родители, мы должны показать, что всё равно будет, как я. И вот они пытаются, не-не-нет, вот так вот, не-не-нет, они опять пытаются вырваться, опять плакать. И вот в этом-то наше терпение. И Писание говорит, у кого не достаёт терпение, то просит долго терпение, включается долго терпение. А Господь милостивый и благ, и Он даёт. И Он никому не даёт больше, чем человек может понести. И если Он нам дал, Он будет силён понести дальше. И опять-таки говоря, наказание, если я смотря назад, единственное, что, может быть, я думаю, меньше бы наказывало детей. А больше бы увещевательно, больше любви обильно, обнимать, держать на коленях. И в тот момент, когда они хотят свою волю выражать, просто удерживать их в своей любви. И молиться, благословлять. И оно работает, работает. Вот этот вопрос, да? Вот насчёт молитвы. Насчёт того молитвы. Вот у меня с Амелия тоже такая была. Но она просто начала кричать. Я уже и по-хорошему, и по-плохому не знаю, что ей делать. Смотрю на неё, хоть сама не плачусь перед ней. То начинаю молиться. Просто молюсь, молюсь. Вот ношу её, молюсь. Она сначала так, ну, как бы мы и практикуем с ней молиться, она любит с нами молиться. Она так замолчала, потом сложила ручки и начинает даже по-своему молиться. Там ля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И такая довольна, потом улыбается, говорю, да, давайте, аминь, аминь. Она вив. У неё аминь, это вив. В общем-то помогает молиться. Когда ребёнок кричит, он потом перестраивается всё-таки на ту волну. Ещё есть вопросы? У кого были вопросы? Антон. У меня такой вопрос, я тут себе записал. Вот интересный был пример с лучником. Я прочитал уже статью. И там один лучник комментировал, что я раньше думал, что 90% зависит от меня, как сила обо мне. А потом я, говорит, понял, когда опыта набрался, что 90% зависит от стрелы, от качества. Вау. Да, 10% на самом деле от самого лучника. У меня вопрос немножко не про стрелу, а кто подбирает мишень, цель. Родители или на начальном этапе должны какую-то увидеть цель дальнюю. Потому что я понимаю, что у ребёнок не может же сразу определить эту цель. Вот именно по цели мне поподробнее. И второй момент. Если ребёнок не является моим, но он, например, беспризорник, сирота и так далее. Но я, допустим, принимаю участие в его становлении. Опять же, цель. То есть, как здесь вот, для таких детей. Потому что, ну, такой вопрос. Я думаю, что более подробно на твой ответ, может быть, чуть попозже, в учении, ты сам поймёшь. Чтобы я не заходила, я могу сейчас сказать или чуть-чуть попозже можно узнать. Но кто определяет, опять-таки, Господь хочет, чтобы каждый ребёнок знал цель предназначения здесь на земле. Чтобы каждый ребёнок и каждый человек знал. И очень многое зависит от наставника, от родителей. Они должны наставить и подготовить его, и они должны указать, кто это мишень, фактически. Родители должны подготовить, настроить или научить путям Божьим. Потому что на самом деле мы потом, мы знаем фактически, что есть мишень. Эта мишень — это враг душ человеческих. Это сатан в конечном итоге. Что и все его силы поднебесные. И мы для того, чтобы опустошать ад и пополнять небеса. Но опять-таки мы подготавливаем детей не просто, чтобы они были спасённые, но чтобы переносить поражение в стан врага. И когда они взрослые будут, они уже сами будут знать, кто этот мишень. Потому что потом будет сам Бог определять. Бог будет определять, какая мишень конкретная. Потому что для одного он пошлёт в Африку, другого поведёт в реабилитационный центр работать с людьми других. Он поведёт ещё куда-то, например, в тюремное служение, служить людям, которые тюремные. Опять-таки, мишень-то одна. Враг душ человеческих. Именно мишень — это духовная борьба или это выбор карьеры, вот эти моменты? Нет, нет. Именно это научить человека, ребёнка противостоять? Конечно. И нападать? Да. Можно тоже вопрос? Ну вот у вас интересно, дети разного возраста, да? У вас? У вас. Но у меня тоже разного. Просто у меня вопрос, вот я когда думаю, вы сказали, что садили детей и учили их. У меня, например, невозможно. Девочке восемь, а мальчику четыре. Когда сидишь с ней, что-то делаешь, он устраивает такое, то есть он пытается... Отвлечь. Не то, что отвлечь, а... Ну, не знаю, как сказать, он пытается помешать процессу, не знаю, каким-то образом, ну, чтобы с ним вдруг поиграли или что-то. Когда я беру с ним что-то делаю, то Софике неинтересно. И я не понимаю, как вот... Ну, когда я... У вас дети, разница в возрасте какая? Ну, 12 месяцев и 2 года. Короче, за 4 года у нас было трое детей. Ну, вот как у вас так получалось в маленьком возрасте, то 2-2 года, то 4... Ну, когда я говорю об этом, я говорю именно о библейском уроке или стишке. И это... Я говорю о 15 минутах, не больше. Это только маленький фрагмент, но если он постоянен, то оно будет приносить плоды. А если это делать раз в месяц, оно не принесёт... Ну, может... Не могу сказать, что не принесёт плоды, но влияние и эффект будет, конечно, другой. Опять-таки, ну, то, что мы сегодня говорим, я говорю общее, да? А то, что вопрос ваш, это, конечно, относится... Это возможно. Я хочу вас ободрить, что это возможно. Здесь просто уже включается другая сфера. Это артистичность, это актёрство, это талант. Это я думаю, что кто работает с детьми, немножко знает, что можно в одном доме в определённое время занять и восьмилетнего, и четырёхлетнего. Просто разные будут установки. Для тебя, вот, например, одно задание, для другого задание. И зависит, опять-таки, от матери очень много. И я вам хочу сказать, что просто нужно научиться доверять себе, потому что вы знаете, что в Боге у нас... Мы можем раскрыть столько много таланта внутри себя, что мы даже представлять... Вы не можете даже себе представить. Вы не представляете. Я вообще по жизни была очень стеснительная. Кто-то может сказать, что я стеснительная? Я вообще очень стеснительная была. И если кто-то должен был впереди, мне не важно было быть впереди. Мне не важно было. Мне хорошо там, где большая тусовка, компания, вот мне там хорошо было. А вот с детьми я научилась... Я научилась делать то, что я раньше не делала. Я научилась актерскому искусству. Я начала с ними играться. Я и ползала, я и лаяла, и хлопала с ними, и кувыркала с ними. И, в общем, сойти... Вот если ты играешься, играешься с ними на ихнем уровне. На уровне восьмилетнего или трехлетнего. Поэтому у меня вообще... У меня столько много друзей, все мои дети друзья. Мне сейчас уже сколько лет. Почему? Потому что, когда ты с ними, ты просто... Ты переходишь на их возраст. Ну, конечно, ты взрослый, ты понимаешь, но все равно ты с ними играешься. Ты с ними находишь общий язык. И все-таки пытаешься влиять в Божьем русле. И они замечательны. Они настолько сильны. И даже когда вот на шаббатней школе вы замечали, наверное, никто не замечал, кто сзади сидит. Детки, когда прощаются, со мной прощаются многие. Или обнимают, или еще что-то. Здравствуйте, здравствуйте. Почему? Потому что когда-то я им уделила внимание. И они настолько благодарны. Да? Ответила на ваш вопрос, да? Нет? Я, естественно говоря, не знаю, как. Я понимаю, играть с ними, да. Но как их, вот как вы обучали именно учить стихи? Садиться, так, сели. Да, ну вот, ну как, ну не знаю, как вот. То есть мы определяем время. Регулярность. Я понимаю, ну как вот организовать, чтобы мы сели, значит, почитали, выучили. Это пять, есть разные методики. Если вы заинтересованы в этом, мы можем, если вам всем интересно, мы можем вернуться, это в конце учения, и мы можем конкретно. Потому что в процессе, может быть, когда мы закончим этот курс, вам немножко будет понятно, да? Потому что у меня здесь есть уже наклядное пособие, которое я уже чуть-чуть и вот приготовила. Может быть, это поможет для начала. Хорошо? Что, начнем? Есть вопросы еще? Короткий вопрос есть? Нет? Вопрос. Кто может говорить на тему, кто может спастись? Кто может говорить? Кто может проповедовать? Детям, да. Да. Опять же, каким детям? Может, тут, ну, своими, свои. Кто может нести Евангелие? Вообще, кто? Кто любит и говорит? Кто любит детей? Ну, наверное, тот, кто может. Кто хочет проповедовать? Может, кто может. Что значит, кто может проповедовать детям? Просто кто может проповедовать детям, да? Ну да, тут есть, тут можно. Да, кто? Мы говорили о том, что Иешуа сказал, что пустите детей ко мне, не сгоняйте, да? Он взял маленьких, и потом он с ними говорил, и он говорил, чтобы мы не препятствовали. Другими словами, что любой может говорить, вообще любой может говорить, свидетельствовать о спасении, да? Что он, что он, даже эти маленькие детки, они могут нести спасение на своем уровне. И Евангелие от Матфея, 18 глава, 14, написано, что нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Слышите? Воля Отца Небесного, чтобы ни один ребенок не погиб, но чтобы все спаслись. И еще есть 2 Тимофея 3, 15. 2 Тимофея 3, 15. Написано. Опять мы видим, как Писание делает ударение на детство, что ты из детства знаешь Священное Писание. Кто учит этим Священным Писанием детей? Кто? Родители. А? Родители. Вы замечаете, насколько сильная ответственность у родителей перед детьми? Что учить Писание, я вам хочу сказать, что учить Писание и библейским урокам — это не задача воскресной школы. Это ответственность воскресной школы, конечно, мы идем в одном русле, это тоже есть задача, да? Но основная задача, она все равно не снимается с родителей. Каждый день молитвы, каждый день чтения слова, каждый день пребывания в путях Божьих, хождения — это ответственность родителей. И не имеет значения, какой возраст. Маленький возраст или большой возраст. Вы знаете, что когда я была беременна, оно выглядело настолько глупо, вы не представляете, то, что я вам скажу, оно выглядит на самом деле глупо. Но я брала Писание и читала, потому что, опять-таки, так было научно. Я брала детский евангелизм, еще когда дети, ну, детки, еще Рома только родился, была беременна с Давида. И там было написано, что дети, они воспринимают на уровне духа. Даже когда вы думаете, что они не понимают, а они понимают, потому что это духовные вещи. И когда Писание читаешь, вот Псалма, вот читать вслух, когда беременна, потом родился ребенок. С первого дня это выглядело, может быть, глупо выглядело, потому что ты, ребенок, еще не понимает, ты кладешь его уложиться спать. И я начинала читать Писание регулярно. Вот знаете, оно выглядит как бы религиозно, оно выглядит как бы наигранно. И вот так вот, и каждый вечер по одной главе вот так вот читала, потом смотришь, он заснул. Ну, вот эти установки мы когда установили с момента рождения, что ребенок, Рома, уже учился ходить 10 месяцев, он приносил любую книгу, а потом, когда он начинал книгу, начинал уметь говорить, любую книгу, и он говорит, бабл, типа Библию, это значит, что он хочет спать. И это было где-то, мы начинали где-то в 7.30, это каждый вечер купать и полвосьмого. И там где-то начало 9.30, к 9.00 часам они у нас все спали. И вот кто знает нашу семью, даже здесь в Одессе уже до подросткового возраста, это была установка с детства. И эти вещи мы не меняли. И когда я слышала, когда одесситы ложили своих детей полдвенадцатого спать, меня-то не вмещалось. Они говорят, мы не можем детей уложить спать. А вы знаете, это так легко, когда ты с детства устанавливаешь, и когда ты молишься с ними, и вот они приносят байбл, типа все время, читай Библию. И вот так, и на самом деле это легко, на самом деле легко, когда у тебя есть установки, когда есть, даже когда были у нас гости приходили, мы извинялись. Потому что занимает Библию почитать где-то минут 20-30, вот так вот. И мы извинялись перед гостями, извините, мы должны почитать Писание. И мы уходили, укладывали детей спать, возвращались опять к гостям и сидели до часу и до двух. Это нам ничего не мешало. Потому что мы понимали, что это важно уделять время детям, это важно ложить их спать. А что читать? Библию. А что это? А? Нет, нет, нет. Мы читали Библию, сначала Библию, Новый Завет мы читали, и у нас были разные книги, мы инвестировали. Самые большие наши инвестиции были в детстве, это была верующая литература, верующие книги. И много-много книг было, много видеокассет было. Но основание было, всегда мы читали Библию. Почему? Мы сначала читали Библию, потом брали книгу, это, знаете, на десерт, это чтобы книжки показать, это истории какие были, там этого. Но для чего? Для того, чтобы авторитет Библии был важен для них. Вот, я не знаю, но это опять Господь нас так вел, это никто не учил, это просто, я думаю, что каждый родитель, Бог дает мудрости, как воспитать и что делать. И одно еще из таких установок, которые мы приняли, что мы хотели, чтобы дети служили Богу в музыкальном сопровождении, и для нас было важно их отправить в музыкальную школу. Мы сначала их отправили на гимнастику, и у них неплохие результаты были в гимнастике. Но я просто увидела, что вот эти все гимнастические, спортивные по субботам занимали, и мы понимали, что это нехорошее, опять-таки мы говорим о мишени, да? Мишень, все равно Божьи цели определяли, что это за мишени, потому что на каждом уровне этапе будут разные, и разные мишени тебе придется выбирать. И перед нами была дилемма, что же делать, отправлять, ну, забирать их, потому что они пропускали служение по субботам, и мы приняли решение забрать их из спортивной секции. И поменяли субботу, они даже пропускали субботние музыкальные служения, эти вот занятия, потому что мы сказали, что мы во время служения не будем учиться, но мы заплатили цену, потому что вот сольфеджио там что-то было, вот то, что они пропустили по музыке, это то, что мы опять не разрешали им во время служения идти на эти занятия, но мы поставили эти установки. Вот. Детскую или взрослую? Для деток. Вот у меня Лера, ей годик, да? Мы читаем, но мы читаем обычную Библию. Вот читайте обычную. Вот если вы посчитаете, что нужно детскую, уже когда вот с картинками будет, вот будьте... Потому что больше привлекает, конечно, ну такая маленькая Библия с картинками, она тогда более усидчивая и, скажем, концентрируется в этот момент на том, что я сделаю. Когда я читаю обычную Библию, она не всё понимает, и она не слушает. Бегает себе. Ну, единственное, что можно предложить, посадить её на колени и просто читать с ней, сколько, вот, давай почитаем. Ну, это усердие, это на самом деле это труд, это на самом деле это важная работа перед Господом, да? Смотрите, мы только, мы зачитали о том, что Тимофей с детства был умудрён, да, в спасении. И написано, что его мама и бабушка, говорится, что от двух поколений, что и мама, и бабушка принимала участие в воспитании Тимофея. И мы видим, какой он потом, Бог его использовал, Тимофея, да? И откройте, пожалуйста, Исайя 54, 13. Открыли, да? Там написано так, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вы видите, это обетование, это обещание, то, что Бог говорит, что все сыновья будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Это обещание, что мир будет, что всё хорошо будет, не будет стресса, не будет переживаний. И этот стих мы можем использовать, это как молитву, и даже в шабатней школе, да, что Господь, мы благодарим за деток, что эти детки вырастут, они будут научены путям твоим, и великий мир будет на каждом ребёнке. И мы должны ожидать этот великий мир. Исайя 28, 9 ещё, запишите, пожалуйста. Там написано, а говорят, кого хочет он учить видению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлучённых от сосов матери? Типа, кого? Кого здесь учить? Они же маленькие. Кого вы пытаетесь учить? Что же они будут понимать? Вы в своём уме? Но здесь говорится то, и также говорится о том, что это важно, потому что дальше написано, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, и тут немного, и там немного. Другими словами, шаг за шагом, мало помало, чуть-чуть понемногу, и оно придёт время, и там бах, и всё. Конечно, не хочу говорить о своей семье много, потому что, но из-за того, что они, дети были настолько, они рядом были, и в один прекрасный момент они все просто ушли из дома. И я вам хочу сказать, что мне было плохо, из-за того, что настолько вот эта вся жизнь была, крутилась вокруг них, и я первое время плакала, первое время мне это не хватало, потому что у каждого сына была своя компания, свои друзья, они приходили ко мне домой, и опять-таки наш дом был всегда открыт, потому что как родитель, я говорила, что мы согласились, что наш дом будет открыт для всех детей. Почему? Потому что я смогу влиять на всех его друзей, и я буду знать, что происходит. Поэтому пусть все приходят. Надо будет накормить, я их накормлю, надо будет там бутерброды сделать, сколько шашлыков было, сколько мы наготовили. И честно, я не жалею. И почему? Потому что они выросли у нас дома. И многие дети, и я вот иду по городу, и я вижу, вот этот был у нас дома, вот этот был, вот этот, вот этот, столько много, и я по улице вот сейчас прохожу, здравствуйте, вы там того мама, вы там у вас были, а я уже их не помню, а они меня помнят. И мы всем говорили о Господе, и все знали и дни рождения, со всеми молились, и никогда не стеснялись, что старались быть светом и примером для их друзей. И что удивительным было, я помню, наш средний сын, он с 12 лет начал на бас-гитаре учиться. И первое время, я не знаю, кто помнит, он прятался за кулисы, он очень стеснялся на сцене играть. И, по-моему, год-два он за кулисами играл, да, за сценой. Звук был, а его не видно было, и стеснялся, да. И у нас дома шаббат, мы с гостями шаббат, а он таскает аппаратуру в Тайвлесе, в Украинке. Но он был такой верный. И все время, вот если конференции были в городе, он подросток, но он уже играет. И оказалось, что бас-гитаристы, это настолько, это очень востребованный был в нашем городе Одессе, что на всех конференциях вызывают нашего подростка бас-гитару играть. А он учился на классе фортепиано. И получилось так, что... А младший у нас, он евангелист. Он всех приглашал в общину. Всех. Сколько друзей, сколько с одноклассников его приходило, с еврейской школы. Каждый раз, вот Джаш, и там... Мама, ты видел? Я пригласил. Мама, ты видел? А потом он говорит, ты знаешь, я считаю, что Давид, он не евангелизирует. Что ты имеешь в виду? Мама, ты знаешь, он вообще никого не приглашает в собрание. Ты видишь, сколько у меня друзей. Вот сколько я их приглашаю, все ко мне приходят. А с Давидом, смотри, он постоянно один и за сценой там прячется. Вот как родители, что бы вы сказали? А? Ну, скажите. У каждого свой зван. У каждого свой зван. Вот мудрый ответ. Да, вот приходилось сесть с каждым, говорить это самое, что да, в Царстве Божьем и разные дары, что он очень важный в Царстве Божьем. Вот смотри, он на репетиции приходит, он на шаббаты не приходит. Ты со своими друзьями с нами шаббат справляешь, а его нету, он репетирует там. Потом он таскает аппаратуру. А ты разговариваешь с людьми, это тоже. И ты не превозносишь, что ты приводишь многих людей к Господу, а что твой брат ничего не делает. А Рома, вот Рома тоже приглашал людей. И получалось так, что, а Давид говорит, а чего он не выступает, а чего он не тащит аппаратуру. Вот я тащу, тащу, а он только со своими друзьями где-то там, вот там вот. Вот есть ревность. И вот просишь Господи, дай мудрость, знаете, чтобы они не ругались между собой, потому что каждый видит важность своего дара, да, и что он это самый важный. И вот дети, да, а потом говорят, ты его защищаешь, нет, ты его защищаешь. И вот ты, получается, взращиваешь. А потом ещё, когда, если они поругаются, так нужно было их примирить. А когда примирялись, попроси прощения, хорошо. Проси прощения. И очень важно высвободить прощение. И даже у нас с мужем, у нас то же самое. Если кто-то чувствует, что вину попросил прощения, очень важно сказать, я высвобождаю, хорошо, я прощаю. И когда дети были, а я не чувствую, что я хочу простить. И вот учишь, что это выбор. Я понимаю, что ты не чувствуешь. Но если ты хочешь, потому что Господь нас простил. Ты делал плохие дела? Делал. Господь тебя простил? Простил. Откуда ты знаешь? Ну, потому что я знаю, что Господь умер за меня, и я знаю. Они в Писании всё знают. А теперь брат у тебя просит прощения. Откуда я знаю, что он искренний? Вот понимаете, да? Так это уже между им и Богом. Хорошо. А потом, ну хорошо, простили. Простили, простили. Ну, пожми руку. Ну, пожали другу. Ну, обнимите друг другу. Ну, обнялись, да? Вот так вот. Раньше они ещё целовали щёчки. Важен этот контакт. А уже потом, когда подростки, они уже говорят, а можно только... Можно не целоваться? Ну, хорошо, можно не целоваться. А уже когда уже сейчас взрослый, это уже так интересно наблюдать. Они приехали, когда у Ромы была свадьба, и что-то у них тоже что-то не получилось, да? И мы... Нам пришлось их мирить. Ну что, ребята? То же самое, как с детства. Ну что? Ну, давайте, попроси прощения. Хорошо, прощи. Прощаю. А можно я потом? Ну, можно я потом? Ну, ты же понимаешь, что так нельзя. Ну, хорошо, обнимитесь. Знаете, как они обнимаются? Уже плечо на плечо. Воспитание. Мы говорили о Тимофею, что мама и бабушка воспитывала. И так же самое у нас тоже, когда воспитываются дети, воспитываются мамами, бабушками, и это процесс. Мы прочитали Исайя 28, 9, да? Не говорит ли здесь Писание о маленьких детях? Да, говорит о маленьких детях. Будем ли мы учить грудных детей? Будем? Будем. На основании Писания, потому что Писание нас призывает учить грудных детей, да? И дальше. Младенцы не способны, я уже говорила, что они не способны физически воспринимать разумом, но они принимают в духе. И это семя принесет плод. Притчи 22, 6. Написано так. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Наставь юношу при начале пути его. Я думаю, что вам известно, что этот стих, вы знаете этот стих, да? Понимаете, что есть разница между наставлением, да, и учением. Здесь написано «наставь». Что означает «наставь»? Помните, мы говорили, вот сейчас, вот мы говорили, когда с ребенком, помните, говорили об этой коробке и стенах. Это и называется наставление. И когда, и я привела пример, как мы дрессируем собак, да, если мы говорим «нельзя» или «иди», это просто информация. А если ты работаешь, если ты усердно прилагаешь усилия, конкретно, то через время оно, оно уже автоматически будет, и он не будет уже, он не уйдет с этого пути, потому что он не знает другого пути. Это все, что он знает, и он знает, что это верный путь. И когда мы повторяем снова и снова, и это называется наставление. И, например, мы вот эти инструкции или библейские основы веры или то, что Писание говорит, мы повторяем, мы говорим, мы с нежностью, мы с любовью, мы уделяем внимание, мы не гневаемся, мы не раздражаемся, знаете, говорит, ну сколько тебе можно говорить? ты уже, я тебе уже это раз сказала, почему я должен повторяться? Ты не должен повторяться, но если ты хочешь быть наставником, то ты это просто не заметишь, и просто будешь принимать, или будешь не обращать внимания, что кто-то на тебя взорвался, или что-то сказал. И тогда получается, что если первая часть будет, если будет наставление, то вторая часть, когда он уже будет в пути, он не уклонится. Поэтому так важно, что ты наставляешь не тогда, когда он уже в пути, когда он уже в университете. Я честно говорю, у меня такая ревность, ревность по Богу, я удивляюсь, когда родители приходят на собрание, а детей не приводят на собрание. Я не помню, чтобы с момента рождения и до взрослости, когда я вообще позволяла, чтобы дети сидели дома. Вы знаете, что дети это были как часть нашей жизни, неотъемлемая часть. Я могла на встречи не пойти, но на собрании с детьми это даже, вот опять-таки, знаете почему? Потому что мои родители так поступали со мной. Я выросла в верующей семье. И в моей семье все верующие. В моей семье мой брат пастырь в Бостоне, в церкви. Моя сестра, она знаменитая певица там в Америке поет. И ее любят так, приглашают там на свадьбу петь и все. Она сейчас возглавляет хором, там сколько, до ста человек хор, она там поет, короче. Мой младший брат, ну, мой младший брат бизнесом занят, поэтому он поет всего лишь в хоре. Ну, слава богу, слушайте, я, я, и я вот смотрю на жизнь моих родителей, как они воспитали, что это даже не стоял вопрос, идти на собрание или не идти на собрание. Но когда было время, когда подростками, у нас тоже были вот эти трудности, конечно, хотелось на дискотеку, конечно, хотелось красиво жить. И мы с братом, вот который пастырь, мы с братом пытались попробовать жизнь эту. И, конечно, у меня ничего не получалось, потому что у меня брат старший, и куда бы я ни появлялась, он знал об этом. Поэтому я приняла решение, я устала, знаете, вот так вот, жить в обмане, и, ну, это был очень короткий подростковый период. Но когда я решила, что все, я оставляю всех своих друзей, конечно, потеряла всех своих друзей, неверующих, но потом свидетельствовала им. И решила твердо идти за Господу. Я к чему говорю, что мои родители, я помню, что они молились, я помню, как мама по ночам молилась, я помню, когда родители, вот они, нас было пятеро в семье, и на выходные отец, он играл на баяне, и мы пели песни, мы вместе с родителями ходили в лес, мы ходили на озеро, и я помню, что отец заложил вот это основание семьи и Бога, это был, это центр был нашей жизни. И так же самое, друзья могли приходить к нам в дом. И я понимаю, что, почему это? Это потому, что моя бабушка была верующая, по маминой линии у меня бабушка, она, кстати, с Одесской области, были верующие, вот они познали Господа и с дедушкой, и это передалось моей маме, а потом мама учила нас, а теперь мы уже учим наших детей. Вы видите эту тонкую нить, да? Вот что значит, когда Господь благословляет, а когда люди не знают Господа, или когда приходят уже в взрослой жизни, по папиной линии, папа первый пришел, из своего клана он первый, и семья, это настолько стыдно было для отца, ну для отцовской семьи, что покаялся, его не пускали домой, он спал на улице какое-то время, вот потому что не пускали. Мало того, думали, что он кагабист, потому что это советское время было, и верующие его не принимали, потому что он был красивый, такой парень, ну какой парень, там 18 лет или 19, не знаю, и думали, что он шпион. И вот он говорит, я так полюбил Господа, и говорит, я пойду там, старушка Федора какая-то слепая, пойду там покопаю огород, я иду, а там молодежка, там собрание у них молодежное, а ты откуда узнал, что я здесь? Он говорит, да и никто, я просто пришел помочь старушке, ну и пошел покопал там, потом другой раз говорит, а я хочу там тому дедушке помочь, идет и там тоже собрание, и говорит, когда поняли, что он не фальшивый, что он на самом деле, его приняли в это общество, и потом уже начали доверять, и потом в конечном итоге, конечно, папа стал пастырем, и это наследие Божье, и я верю, что то, что они передали, оно, оно дает свои плоды, и поэтому даже какие-то вещи и не хочется мирские пробовать, потому что, потому что ты знаешь, что здесь хорошо, и лучше с Господом, чем идти пробовать, а потом возвращаться обратно, потому что ты хочешь на небо, мы на самом деле все хотим на небо, аминь. Прежде чем я закончу, хочу вам сказать одну статистику. Когда спросили в Америке, был такой опрос, когда вы впервые познали Господа? Какой же возраст? Знаете, что только один процент из ста сказали, что до четырех лет, это значит, они понимали, что они приняли Господа до четырех лет, 85 процентов из ста сказали между возрастом от четырех до двенадцати лет, 85 процентов, один процент до четырех лет, 85 от четырех до, и это всего у нас 86 процентов, 10 процентов сказали от тринадцати до восемнадцати. Впечатляет? Еще четыре процента, это был возраст восемнадцати выше. Впечатлило вас? Какой вывод? С этим я вас оставлю. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...